Без долларов могут оставить российские банки по закону о недружественных странах. Правительство России разработало и внесло в Госдуму законопроект, ужесточающий работу российских банков с недружественными странами. Законопроект запрещает делиться с компетентными органами других государств банковской тайной, данными о клиентах и их операциях. В списке недружественных стран у России значатся всего два государства — США и Чехия. Эксперты считают, что, исполняя закон, банки могут лишиться доступа к корреспондентским счетам в США, а именно через них проходят все долларовые расчеты. Законопроект правительства после внесения в Госдуму появился в базе Нижней палаты парламента. В нем указана всего одна мера — запрет российским банкам на обмен данными о клиентах и их операциях с компетентными органами недружественных стран. Список таких стран правительство России составило само, в него вошли США и Чехия. Если от иностранного государства поступит запрос на получение данных, российский банк обязан будет уведомить Центробанк и Росфинмониторинг об этом в течение суток. Законопроект, согласно пояснительной записке, направлен на минимизацию рисков, чтобы у недружественных стран не было возможности под угрозой штрафных санкций получить конфиденциальную информацию. По мнению начальника аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максима Осадчева, отказ от работы с американскими банками после принятия закона может дорого обойтись России. Российские банки могут лишиться доступа к корреспондентским счетам США. Именно через них проводятся все операции с долларами. Эксперт отмечает, что банки оказываются между двух огней. Если не дать запрашиваемую информацию США, можно лишиться денег и корреспондентского счета в американском банке. Это критично для очень многих российских банков, говорит Осадчий и прогнозирует последствия самые тяжелые. Если же по запросу США будет понятно, что определенная транзакция нарушает закон о санкциях, то можно попасть уже под действие соответствующего российского законодательства. Это путь к изоляции от мировой системы, считает Осадчий. Потихонечку готовимся к этой изоляции, тут все продумано, отмечает он. По словам эксперта юридической компании «Лемчик Крупский» и «Партнеры» Ильи Горшкова, за отказ отвечать на запросы США российские банки могут лишиться корреспондентских счетов и возможности проводить операции в долларах. Информирование же российских властей запросов может привести к тем же последствиям, поскольку это уже нарушает американский AML-закон. Поэтому российские банки, передающие информацию о факте запросов со стороны американского правительства российским властям, по сути, находятся под постоянным риском разрыва корреспондентских отношений с американскими банками, цитирует эксперта РБК. Слушайте и читайте «Капитал страны».